Субтитры делал DimaTorzok В автомобиле есть в наличии цвета, бордовый, белый и черный. Когда планируете к нам подъехать? Ну, в какие-то ближайшие дни, вы знаете, я спрашиваю для родственников из Питера, то есть я им могу, вы уверены, что машины в наличии, да, я им могу давать отмашку, чтобы они выезжали с деньгами и мы сможем купить за эти деньги машину, да? Да, все верно. Вы мне скажите, какие еще доп. расходы будут при покупке? Да, да, окончательная ставность автомобиля с учетом всех скидок и НДС. Поедем мы туда не через несколько дней с родственниками из Питера, а непосредственно сейчас. И будем там буквально через несколько минут. Вот и увидим, за сколько мы реально сможем купить Рено Логан. Вы знаете, мы звонили, вот буквально только что по поводу Рено Логанов. Какой вам нужно присаживаться? За 319 тысяч рублей. За наличные по кредитам? Да, за наличные. Это будет, во-первых, не 319 тысяч рублей, а 385 будет его стоимость. Это будет 1,4 двигателя, самый минимальный, белого цвета, без кондиционера, без стеклоподъемника, без центрального замка. Так, ну я звонила, вот прям вот только что, разговаривала с человеком. Аукционно-утилизационные машины в каком плане? То есть вот когда они новые, разгружаются в того, где-то поцарапали, где-то подняли, как-то, они не задерживаются. Ну по рекламе они еще остались. Я звонила несколько минут назад. Слушайте, пожалуйста, они будут до 1-го числа. В смысле, где они будут до 1-го числа? Будут отвечать, что эти машины есть. Ну как так, мы приехали из Питера специально, смотрите, мы звонили вчера, спрашивали машину за 319 тысяч рублей. После этого мы звонили сегодня утром, а потом, нет, вы меня слушайте. Потом мы звонили сегодня утром. Ну что вы звонили, я слышал уже 350 раз, вы послушайте. Я сказала, это 3 раза, а не 350. Как вы это могли 350 услышать? Машина вот кутилизационная, да, аукционная есть, ее поставили в рекламу. Люди по ней отвечают. Машина продалась, но реклама проплачена на эту машину, она будет до 1-го числа. Человек, ваш сотрудник, он сказал, что он мне сказал, у меня есть диктофонная запись этого разговора. У вас там запись или не запись, я вам объясняю ситуацию. Какую ситуацию вы мне объясняете? Вы звоните в рекламное агентство. Какое рекламное агентство? Он мне сказал, что он здесь сидит в торговом зале. Может, этот телефон ответит. Я не знаю, какой телефон ответит. Я позвонила, мне назвали, название вашей компании. Мне сказали, что здесь есть машины за 319 тысяч рублей. Мне это сказали несколько минут назад. То есть, несколько минут назад. Вы за несколько минут их продали? Они вас еще раз скажут, вы позвоните еще 5 раз, позвоните. Да, да. Потому что он по базе проходит, понимаете? Ну, так это мои, что ли, проблемы? А вы сейчас что хотите? Я хочу, чтобы мне продали автомобиль за 319 тысяч рублей. Руководство зовите. Старшего моего. Руководство зовите, еще раз вам говорю. Вы, видимо, плохо слышите. Вам, как вы любите, по 350 раз нужно. Слышите плохо вы меня. Не нужно мне здесь тыкать и указывать. Нет, это вам не нужно мне тыкать и указывать. Я клиент. У нас проблема большая, огромная. Мы приехали из Питера за машиной, которой здесь нет. А машина какая? Рено Логан за 319 тысяч рублей. За 319 тысяч? Да, мы звонили вчера, мы звонили сегодня утром. Я также звонила, ну вот буквально перед входом в автосалон. Поговорил с человеком. Он мне сказал, что он сидит в торговом зале, что его зовут Даниил. Что есть несколько машин, вишневая, белая и черная. По цене в 319 тысяч рублей. Назвали ваш адрес, ваш телефон, ваш торговый зал. Ну, как так? А вы вообще интересовались про эту машину? Конечно, интересовалась. Интересовалась, мне сказали, что она в наличии. Есть три варианта цвета. Я имею в виду, вообще, вот звонили еще куда-то в автосалон? Зачем? Меня устроило то, что мне ответили ваши сотрудники. В какие другие автосалоны я должна звонить? И вы даже не интересовались про Логан ничего? Вот, допустим, где-то что-то, как-то, может, она стоит, может, больше, меньше? Я интересовалась в вашем автосалоне, по вашему телефону. Вы знали, что хотите вот Логан купить? Совершенно верно. Ну как, я Автору открыла, Автору открыла, там есть объявление. Я по нему позвонила. И там что, написано 2012 года? И именно 2012 года, более того, мне человек сказал, что есть несколько вариантов, есть много машин. Мы можем приехать с девушкой, специально приехали с этой суммой, на эту сумму рассчитывали. Сейчас мне человек огородит про какие-то 385 тысяч рублей. Почему? Комплектация та же, цвет тот же, ничего не изменилось. Я хочу комплектацию базовую. Почему-то базовая машина, которая в рекламе за 319, в данный момент образовалась даже в базовом цвете за 385. Причем это случилось за 5 минут нашего прохода от двери до вашего торгового зала. Каким образом это происходит, вот хотелось бы узнать. Вы продали за 5 минут эту машину? Или куда она делась? Здравствуйте, старший менеджер Николай. Спасибо, постоять хочу. У нас сиделась, пока к вам из Питера ехала. У вас есть реклама по закону о защите прав потребителя. Вы обязаны рекламировать только тот товар, который есть у вас в наличии. Где он? Я приехала, хочу его купить. Я вам объясняю, что машины есть. Такие машины не покупают. Ну, давайте я куплю. На нем стоит доп. оборудования. А мне не нужно доп. оборудования. Я не смогу его снять уже. Но 5 минут назад его не было, этого доп. оборудования. Скажите, пожалуйста, а кто несет ответственность за то, что два человека купили себе билеты и приехали из Санкт-Петербурга? Мы потратили на билеты 10 тысяч рублей. Кто несет ответственность за то, что ваши господа по телефону? Говорят там о какой-то базе, о каких-то несуществующих машинах. А люди, клиенты покупают билеты и едут к вам из других городов. Все с вами ясно, Николай. Будьте любезны, покажите мне, где у вас уголок потребителя. Я вам ничего не покажу. А почему вы мне ничего не покажете? Потому что вы не хотите дальше. Нет, вы обязаны мне, вы обязаны любому человеку, заходящему в ваш салон, показать, где у вас находится уголок потребителя. Вы обязаны это, будь я обычный клиент, либо проверяющий орган, представитель проверяющего органа. Поэтому вы обязаны. Вам объясняю, вы не хотите понимать. Нет, я не хочу ничего сейчас понимать, уже о другом разговор. Уголок потребителя, четко ясно, совершенно четкий вопрос. Покажите мне, где в вашей компании находится уголок потребителя. Компания не имеет права открываться, не имея уголка потребителя. Вывод простой. Когда вы видите, что где-то в объявлениях предлагаются автомобили дефицитные, то есть очень ходовых марок моделей, и эти автомобили предлагаются по очень интересным ценам, то есть ценам завода-изготовителя или ценам дилера. И вам говорят, что именно у них, именно в этой удивительной компании нет никакой очереди, и именно сюда вы можете приехать и все купить без всяких проблем. И сегодня же уехать на машине, выбрать цвета, комплектации и так далее. Это означает одно, вам просто лгут, вас обманывают. Не тратьте время, не едьте туда. И, кстати, что касается новых машин, я вам искренне рекомендую не покупать новые машины нигде, кроме официальных дилеров. У дилеров тоже бывают проблемы и неприятности, но их количество и их объем и то, насколько серьезными бывают эти проблемы, никак не сравнимы с тем, что вы можете получить, покупая машину просто в какой-то организации, подобной той, в которой мы сейчас побывали, потратили, по сути, свое время. А представляете, что было бы, если бы мы реально приехали из Питера?